Здравствуйте, Валерий Константинович. Беспокоит вас садовод-любитель. Извините за ошибки. Любитель Юрий, у меня есть семилетний грецкий орех. В прошлом году в первый раз плодозасел. Получилось, что корневая шейка у него заглублена на 10 сантиметров под землю. Подскажите, как спасти? Вот видите, он уже знает, он уже ученик. Из ваших передателей точно знает, что погибнет. Можно ли пересадить, как правильно обкопать. Видите, паника. Оставить на том же месте, просто поднять выше или пересадить в другое место. Имел негативный опыт пересадки ореха. Но тот был 10 лет большой. Полностью корни бесковой земли. Внимание! Микроавтобусы перевезли на другое место. Год мучился, не прижился и умер. Но там и ни при чем. Это еще, видимо, до меня уже был опыт негативный. Как сделать, чтобы орех не погиб? И как у вас можно купить саженцы и абрикосы? Что посоветую из ваших саженцев? У нас в Калининграде. Круглый год дождь, 31 солнце. Всего-то у нас когда-то до ГЭСа было 250. Ой-ой-ой. Остальные дни в области есть абрикосов. Мне 5-6 лет. В Каслощаке. Цветет не плодоносит. Наверное, весенние заморозки убивают цветы. С уважением Юрия. По порядку. Значит, опыт есть. Наверное, когда он его пересаживал, тут я еще не при чем, это было до меня. Вот, 10 лет. Корни без кома. Соображает уже. Сейчас соображает. Значит, естественно, наверняка ничего. Я вот тут искал, у меня есть эти фотографии с фильма про Мичурина. Там фильм художественный. Но там он вместе с женой и помощником очень крупные 4-5-метровые деревья пересаживал. И тоже без обрезки. Без специальной обрезки по железу. Потому что я тогда не жил, подсказать ему не мог. Вот. И у него большая часть сада, у Мичурина погибла. То есть, одно дело быть великим, как он называется, селекционером. Другое дело, не догадаться, а может, это его... Ну, а это художественный фильм. Может быть, это ни при чем. Лично он. Может, он обрезал. И так, что теперь делать, когда у него 7-летний грецкий орех? Так, значит, сейчас я скажу, что надо делать. Во-первых, ставить его на месте. Все, что я говорил про заглубление корневой шейки, про то, что основание штаба бакается под землей и изгнивает. Он считает, что грецкий орех гниет. А я не знаю, я про грецкий орех ничего сказать не могу. Но у них нет. Получается, с перепугу он может пересадить 7-летний и еще один загубить. Я предлагаю оставить на месте. Раз. Далее. Чуть-чуть раскопать же можно. Хоть сами скажу. 10 сантиметров раскапывайте. А там, вы видите, подгнил или не подгнил. Это два. Теперь мне понравилось... Ну, в принципе, я тоже самое пропагандирую. Но в окончательном виде она выглядит в этих самых технологии моего друга, моего, как бы сказать-то, соратника, сообщества Писоцкого Александра Николаевича. Многие узнают под этим самым... под именем Смотритель. Значит, он еще один даже заменил, называет себя моим учеником, но это, скорее всего, уже не до времени. Вот. Какой он ученик? Так вот он советует в метре. Бывает же, посадят в углубление. Мало того, что заглубили эту корневушейку, еще и в эту ямку для полива. Как-то можно поливать, когда корни оказываются на 2-3 метрах, да, со временем. А ямка для полива продолжает лить, лить, лить. Но это уровень тех, кто учителей. А здесь, получается, как говорит Александр Николаевич, в метре выкопали яму и туда отвели эту самую. В метре, ну, не ближе, надо, чтобы корни не покалечить, не изгноить и не это, не заморозить. И в канавку прокопали туда, и теперь здесь, где ямка для полива, стоять уже не будет вода, а сразу будет уходить. Только, допустим, выпал снег, начал подтаивать, раз, и истек. Вот этот момент, то есть вот это вот, если, еще раз говорю, в лице Александра Николаевича Писоцкого, это как бы получает свой законченный вид. Я говорю, просто отводите канавку, он еще специальную ямку, и здорово. Канавку, мол, куда отведешь, она снизу вверх не пойдет, а туда пойдет, если ямка в стороне. Вот это еще имейте в виду. И тогда оставляем на месте. Так, ну, посадка по железу это громко сказано, многие так называют. Ну, дело в том, что я придумал, 12 веки придумали, но дальше не пошло. Ямка для полива стала классической. А почему? Учителя, они увидели эту ямку. Кто-то, как Гашетов, допустим, сделал холм, а кто-то рядом сделал ямку. Победил тот, кто сделал ямку. Вот за счет авторитета. А потом учителя, они уже как? Земля плоская стоит на четырех. Представляете? Стоит на четырех этих слонах. Земля вот на четырех слонах. Вот почему? Всегда отстает именно наука. Вот отстает и все, потом прорыв. Как правило, прорыв делают любители. Почему? Ну, кто был королев, этот самый, строитель, ракет, любителем? Кто был Ползунов? Кто был Можайский? Кто был Мичурин? Часовый дел, мастер. Мичурин, садовод, любитель. Это потом, стране понадобился герой, его сделали академиком садоводства. Он не писал, не переводил бумагу на такие вот эти, как это называется, диссертации. Вот. И теперь по-дому. А куда деваться-то? И вот наши люди. Вот они. Наконец-то. Ну и что? На одну такую сейчас придет май, и поздно в мае опять начнут пересадки с зелеными листьями. В стране в мае везде будут зеленые листья. И опять будут садить половину на верную смерть, половину будут всю жизнь дохнуть. Обрезка при посадке незнакома до сих пор никому нигде. Не пропагандируется. Так? Садят часть из них, большая часть длинномера. Есть такое выражение, длинномер. Ну написать им просто дерьмо. Нет, напишут длинномер и то продадут или это. Акция какая-нибудь. Вот. И миллионы людей. Да, в мае садить на верную смерть. И опять же в ямке. Ну это я тут фильм был, я не выдержал. Показал заранее. Значит. Еще раз. Должен быть запрет бит в голову. Его невозможно законодательно это сделать. С помощью Госдумы. Да нельзя пересаживать деревья, которые проснулись. Точка. Раз. Раз. Второе. Нельзя пересаживать без обрезки. Не выкармливают корни, не могут. Оно сразу сломает, сломает. И тут же покрывается насекомым, потому что оно больное. Два. Ну если этот металлический штырь. Если эту арматурину до зимы не вытернут. Ну считай, пропало дерево. Они же знают, что весь мороз будет там. Это проводник мороза. Вот. Вот это вот. Только для меня не обижаться. Ролик пришел. Пришлали мне раз. И под роликом был один из вас, друзья. У нас еще них нету. Вот. И вот человек написал, что творят идиоты. И этому учат всех. Читайте комментарии. Обрезать бы им другие органы. Видите? Еще один, собственно. Про органы. Но уже в другом плане. Вот. Так вот. Мне стало интересно, что там за идиоты. А может мы идиоты. И тогда я взял и открыл. Начал смотреть ролик. Вот. А хозяин, ему же надо было заработать на этом деньги. Хозяин этого ролика. Он резал, 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 резал. Вот. Шли минуты за минуты. Веток все меньше, меньше, меньше. Ну, естественно, никаких таких. Знаешь, существуют какие-то правила обрезки. Даже обрезка на концу, которую я терпеть ненавижу. И там какие-то правила существуют. Вот. А здесь просто резал, 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 резал. Хух. Все отрезал. Вот. Но я вынужден написать. Дело в том, что... Еще раз, чтобы на меня не договорились. Это не я. Это один из вас, друзья. Это вы сказали, что творят идиоты. Вот. Самое страшное, это сотни тысяч просмотров. Вот, что самое страшное. Вы поняли? Еще одна беда. ВК. Добрый день. Он говорит, заглубляйте 20-50 сантиметров. Мы при Ване. Он не верит. Дело в том, что слово верить, это слово вера. Это когда не знаешь, можно верить, можно не верить. Вот. А здесь, получается, человек не верит, мы при Ване. Он пишет или там говорит, дерево плохо приготовлено в зиме. Вот тогда погибло. А как проверить? Вы понимаете, человек живет. Ролик очень популярный. Уже человек пять прислал. Вот, пожалуйста, человек, который говорит, что это херня. Корневая шейка херня. Заглублять нельзя. Как говорит, железо это херня. Вот, пожалуйста. Стоит и это, перед ним толпа, и он говорит, заглубляйте на 20-50 сантиметров. Я знаю этого человека, я там был у него. Я знаю, что такое западный склон. Я знаю, что там никогда не бывает снега. Там очень редкие дожди. Вот. Что это самое, не крутой, но довольно приличный холм. Вот. А он в этом холме. Там действительно даже абрикос, закопанный на 25 сантиметров, может лет 10-15 прожить. Вот. Слива может и все 20. Ну, страна-то тут при чем? Ведь у нас же весь северо-запад. Ведь стон идет, стон. Мы с вами сколько будем проходить? Ведь не могут ничем вырастить-то. А здесь до воды 50 сантиметров, вот у многих. Ну, метр-полтора. И взять, заглубить на полметра. Это человек хочет всю страну. И он не понимает. Он не понимает. А мне говорят, ну мы там, ну ему это. Ага, сейчас. Я уже одному попробовал. До сих пор отмыться не могу. Вот. Поэтому еще раз. Криневая шейка исторически сложилась, что она миллионы, миллиарды, триллионы раз семена падали на поверхность земли, прорастали. Как только и по каким-то причинам она оказалась заглубленной, погибали. Вот. А есть такое понятие. Вот. Это коррозия. Это коррозия. Я проходил как металлур. Коррозия металла. Где происходит самое главное, опасное. Коррозия металла. Ну, перевожу на ваш язык. На обывательский. Порция металла. Порция. Нет. Другое слово. Разложение. Нет. Коррозия. Разложение. Разрушение металла. Где происходит? Металл. Металл. На границе сред. Казалось безобидно. Граница сред. Ну. А здесь то же самое. Дело в том, что корневая шейка, она всегда подвергалась именно там. Ну, не повезло. Вот. А еще и нету. Вот. Еще только миллионы. Еще не сотни миллионов лет. Дерево. Оно еще только формируется. Какое выживет? У которых каким-то чудом чуть-чуть покрепче вот это место между корнями и икротой. Чуть-чуть. И смотришь. Двадцать деревья погибло, а рядом росли там. Пошли вот эти сельсы. А двадцать первое выжило. Закрепилось. И вот так за миллион лет. А мне до сих пор железом. Нету никакой корневой шейки. Ну, нету и все. Придумано. Чуть закопаешь поглубже. Корневой шейка есть, но она вот на таком под землей. Все дерево смерть. Ну, сами проверяйте. Ведь я проверял. Ну, где-то сколько обошел этих самых. Участков. Сотни, сотни, сотни. Константинович дерево гибнет. Прихожу, говорю, давай лопату. Вот. Вот. Вы понимаете? А как сделать, чтобы это? Пусть наука приготовилась к этому. Вчера там была трансляция моего друга, сказочника и Елены Сады Савинич. Они между собой. То есть она легче читала. Вот. Ну, вот такой даме поручить. Ну, есть же еще люди нормальные. Даже в науке. Она аспирант. Вот. Вот. Так. Ну, возьмите у этих деревьев 100-200. Где-то в университете где. А закопайте на 5 сантиметров больше корневой. Закопайте на 10. Вот. Поливайте одинаково там по литру в день. Вот сколько продержится? Год, два, три. Ну, потом-то сделайте выводы. Ну, до конца. Людям скажите. Все. Все эти годы сбылся. Все. Страшная ошибка. Вот. Что оказывается корневая шаг существует. Потому что только те, где она оказывается на самое страшное место. Повторяю. Это граница сред. Металл не выдерживает. Ну, и сказал все. В который раз уже. А толку? Ну, вы представляете. Кто-то из вас взял, мне вот это прислал. Я потом посмотрел этот ролик. Руками развел. Ну, связываться уже не могу. Не могу. Я и так в дерьме. А мне говорят, заступись. А я что сейчас делаю? Только я среди своих. Это то же самое, что в церкви с неверующих доказывают, что Бог есть. Они и без меня знают. А на улице пойдешь доказывать. Будут вот так крутить у виска. Так. Знаете, что это такое? Погода в Саидногорске. А, это ни при чем. Я просто, когда набрал погоду в Саидногорске, я увидел вот это. Сандынцы, абрикосы, сибирский питомник, доставка по РФ. У меня, кстати, с Сандынской области было два звонка. Я даже кого-то просил перезвонить именно на вебинаре. Не знаю, перезвонят или нет. Вот так, смотрите. Сибирский питомник. Когда я увидел слово «сибирский питомник», у меня шерсть дыбом. Ага, значит, есть где-то маточный сад в Сибири. Есть прекрасный, вот видите эту фотографию. Прекрасный абрикос. Так там еще и персики есть, оказывается. И тоже ворачивает. Прям в Сибири персики ворачивает. А-а-а! Они считают, что это невозможно. Ну, железом Сергея ни при чем. Вот, сами понимаете. Это исключение. А просто промышленный питомник, чтобы персики едят. Мне стало интересно, в Сибири. А почему нет? Да почему нет? Сейчас разберемся. Нажимаю. Все правильно, Сибирский питомник. Вот. Барнастоки саженцы для жаркого, сухого. Отлично переживают. Ну, то есть, вот он, вот он, в Сибири. Фотографии сделаны, да, ребята? Думаю, вот сейчас я с ними свяжусь, обменяюсь. Я несколько раз, я по началу был таким, знаете, немножко наивным. Я же не верил, что это вселенский обмен. Когда их сотни питомников и все фальшивые. 98 из 100, или 99, или все 100 из 100. Я набирал телефоны-то вот сзади. Вот я набирал и говорил. Вы знаете, уникальнейшая у вас эти. У меня тоже есть кое-что, я хочу с вами поделиться. То есть, не с вами, а с вашим важным наляка. Есть садовник, который, садовод, который это все выращивает. То есть, у вас есть наляка хороший профессиональный садовод. Я хочу его данным, я хочу с ним подружиться. Это в ваших интересах. Мы обменяемся сортами. И только после 5-6 звонка я понял, а нету никаких садоводов, которые вот это все выращивают. Нету! Вот тогда я начал умнеть. И потом, смотрите, память подводит. Я знал, что город Эдгилс находится в Европейской России. То есть, слева от Уральских гор. Так. А точно я не мог вспомнить. Ну, старею. Вот. И, наверное, есть еще город Эдгилс. Почему нет? Эдгилс этого, ого! Навлекается несколько городов. Нет, город оказался один. В Саратовской области. Тогда возникает вопрос. Откуда дровишки? Написано сибирски. Тогда возникает вопрос. Значит, в Сибири есть питомник. Я пока не обвиняю, я пока не подозреваю. Да что вы! Вот. Тут так красиво написано все. Значит, они берут пачками, в Сибири выращивают, перевозят в город Эдгилс, на улицу Ломоносова, и там продают. Так нет. Как видите, никого не обвиняю. Я хочу узнать правду. И тут два человека мне как специально позвонили в Саратовской области. Вот. И я первый вопрос, ну, знаете какой? У вас же там рядом супермарностойкие саженцы, персики, абрикосы продаются. А вы почему мне в Сибирь звоните? У вас в Саратовской области. Ну и наконец вот это вот меня, что меня... Все-таки подозрения осталось. Почему, когда дают адрес, почему он не полный? Почему не написать Саратовская область? Вы все по жизни тройщики, по географии. Любой подумает, Эдгилс это в Сибири, поэтому и нету. А области? Просто забыли. Вот. Ну а дальше вот человек должен сейчас позвонить. Я хотел бы задать пару вопросов. Вот. Потому что он хорошо знает, у него 10-20 лет и одного саженца не прижилось. Поняли, да? Отначально века. И одного саженца у него не прижилось. Самое страшное по всей России. Они даже не замерзают. Они даже не просыпаются. Вот. Ну а это ритм на Украине. Здоровенькие баллы. Значит, киевский плодопитомник. Я как-то хвастался. Уже дважды. Но как удержаться, вы понимаете? Вот эта дама, она из Шушицка. Вот эта дама. Как она попала на Украину? Киев? Да никак. Они сляпзели мою фотографию. Фотографию с моего сайта. Так, раз. Она со стогровыми абрикосами. А вот это я, моя физиономия, тут уж не ошиблёшься. Вот. И кого я изображаю? Какого-то специалиста. Может быть, мы подружились. Может, мы с киевским питомником обмениваемся и так далее. Нет. Это значит, что некий гражданин. Вот. Без фамилии. И просто взял у них саженец, вырастил и получил вот такие вот плоды. Вот. Ну чё? Э? Хлопцы. Тут уж я не говорю, да хлопцы вам до кучи. Вот. Это сколько людей? Это же развод настоящий. Ведь люди поверят, что они вырастут вот это. А почему своих нет? Правильно? Потому что Киев тоже деградировал. Деградировал Киев. Деградировала вся Украина в плане садоводства. Это и есть, к сожалению, страшная правда. Вот. Я дружу с несколькими украинскими, но это настоящие садоводы. Вот. Им не надо притворяться. Ну, вы видели эти фотографии Персика, Хасанский, Клод Железного. Вот. Чё там притворяться-то? Вот они такие есть. Прекрасное деревья, прекрасное благословение. На Украине не замерзают. Вот. Вот это я хотел сказать. Я очень разочарован. Да? Пробачивая подобие. Вот. Я очень разочарован. Это чистый обман. Я уверен, что если вот она держит 100-граммовые плоды, значит, у вас таких нету. А в той руке у неё, кстати, чёрный абрикос. И таких тоже нету. Так. Так. У меня, как всегда, Это. Это. Проблемы. Быстро пересыхает гортань. Я пойду дополню чаем. Это быстро. А вы пока попробуйте догадаться, какой должен быть ответ на этот вопрос. Грудь. Хорошо. Если... Хорошо. 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 Этот обман org-четик. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Поехали! Я прошу раскрыть суть и смысл того, что от почки зависят дальнейшие признаки растений. В чем смысл и суть этого? Почему не всякая почка? Почему нижняя, не верхняя? Это я раскрывал в отдельных материалах. Поэтому коротко. Вот она ветка. Я даже не стал фотографии подбирать. Уже столько раз. Неудобно кто-то скажет. А с другой стороны, вот человеку объясни и все. А как я ему на пальчик по телефону объясню? Ну, давайте тут. Нижние почки спящие. Чуть выше пошли в перемешку. Ростовые и... Ростово-плодовое и просто плодовое образование. И так до самых верхушек. Пробовал я брать верхушки на прививку. Вместо вот таких вот слив. Вот, подчеркиваю, таких вот. Получались сливы размеров с ногти. Вместо яблок вот таких. Это я привозные. То есть я... Это с Армении из этого, сейчас скажу. С Армении и... Второй случай... А, второй случай из Таджикистана. Ну, не мог удержаться. Вот такие должны быть яблоки. С Армении и Деверсиан. Получились размером с ногти. То есть я уже понял. Я взял и отсек верхнюю часть ветки. Согласны? Если вот такие, вместо огромных яблок и слив, вот такие получаются. Как ногти. Вот. И... У меня своё видение. Раз. Самое нижнее ещё раз. Сказать, что спящие почки, которые спят, просыпаются только когда ветка обломалась. Программа срабатывает, и она просыпается. Так. Назвать её 100% полноценно я бы не взял. Её роль как бы второстепенная. Дальше. Возьмём от нижней треть. Вот здесь. Они самые старинные. Для меня когда-то всё началось с такого росточка, а потом миллион лет, миллион лет, миллион лет, миллион лет, миллион лет. Понятно я объясняю? Миллион лет. Где самое... Надёжное. Где самое... Ну, есть такое русское слово. Устаканиваться. Устаканиваться. Устаканивания моя. Вот. Я могу говорить как угодно. Я же не учёный. Это там лишнее слово нельзя сказать. Вот. И так устаканившаяся. Вот. Это нижняя треть ветки. Вот. И не каждая. Я уже объяснял. Три... 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 Три почки привёл подряд. И все три разные. Редко когда все три одинаковые. Чаще среди них тут же лидер. А чуть ниже или выше, неважно, без системы, уже полуростовая. На ней уже раньше появляются цветы. А то и просто вот такой вот такой вот кусенькой. И дальше расти не собирается. Когда берётся прививка почки, вот этой ветки, допустим, полметровой, берётся 20-30, а если густо растут, то 40 почек. Все идут в дело. И что происходит чудо? Почка, которая на нормальном дереве должна быть. Вот такой вот. Через год, два-три. Вот такой вот. И здесь вот чудо пошло в рост. А потом я получаю письма. Я купила или я купила. Это не первый, не один случай. После прочтения, изучения тысяч писем. О, кстати, всё, они у меня в машине. Пошли на это. В костёр пойдут. Вот. Печку. После изучения тысячи писем, вот это вот, одно, отложилось, в том числе и следующее. То есть, я покупила саженец. Ну, естественно, что стандартная саженца, это с прививка почки. Так. Он рос, рос, шлос, до метра доросся, теперь пять лет стоит и ничего не растет. Ну, я человеку объясняю. Всё, он программу исчерпал. На нём есть плоды? Есть. Ну, с метра саженца много плодов не получили, да? Да и жизнь короче. Почему? У него быстро срабатываются плодушки. Плодушка несколько лет плодосит. Поэтому, кстати, вот это вот колонавидность, что 15 лет одна и та же вот это плодовое образование будет давать плоды, это чистый обман. Вам покажут фотографию, она вот так облеплена, такие фотографии, удачник на всю планету несколько десятков. И все эти несколько десятков используют тысячи этих самых, не специалистов, а специалистов, назвать нельзя, тысячи мошенников. Все те же несколько десятков. А они через эти четыре года плодушка отплодносил и всё, больше ничего нет. Вот. А это людям знать не обязательно. Итак, я вам сейчас рассказал, более-менее нормально. И получается, что если дерево дать нормально расти, то снижение третье получится самые ценные ветки. А остальное – это мои тысячи прививок и наблюдения. Вот. Есть этот смысл сакральный в том, что это всё-таки… Не сакральный, нет. Что это всё-таки подтверждение того, что я сейчас сказал в практике, оно в моих тысячах прививок, так? И это всё видно прекрасно. Чем больше я беру веточку, вот, уже сожлись, я брал нижнее. У меня получалось, ну, правда, на подвое, науторых лет, у меня получалось, лучшее деревья вырастали с 30-40 веток. Поверите, два-два с половиной метра. До многих я не доставал на цыпочках. И это за 4-5 месяцев. Где я брал эту? То есть я остальное додумал не потому, что я разбираюсь в генетике. Я просто проверил все варианты. Выше берёшь, уже вот, 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 она ветка метровая, середины возьми. Никогда уже это не получишь. Теперь поняли, в чём суть? Почему нижняя, а не верхняя? Как умел, объяснил. Вот. Но зато, зато у меня есть причина говорить правду. А ничего не выдумывать. Так, вот это вот сделано было 4 дня назад. Так. Вот. Значит, о чём это? Сейчас идёт у меня массовая... Должна быть, правда. А массовая назвать нельзя. Но именно сейчас сразу пакетики и сразу вам. Сейчас объясню, почему. Значит, это мой совет. Всё-таки, вот, многие из вас купят их, да? Вы даже видите, что получается. Получается следующее. Когда в этих маленьких пакетиках я высылаю, многие, я потом обижаются на меня, на себя, прямо вот так хранят в холодильнике до высадки. А там очень мало влаги. А всходит в разное время. И тогда первый взошёл, который проснулся, он влагу высосал второй, третий, а потом раскрываешь пакетик, а большая часть, это вид такой красивый, а большая часть спит. И никогда уже не... Нет, в этом году уже не простётся. Вот. Эту фотографию прислал кто-то из вас, друзья. Так. Он сделал так, как я учил. То есть, вот это вот, не сейчас, а вовремя. Получил сразу перепаковка. Идёт так, что вот, допустим, слева Китай как раз соседняя. Далека там всего 10 штук. Теперь, когда будут сходить, влаги хватит всем. Поняли, да? 22-го числа, 4 дня назад, проснулась первая слива. Первая проснулась. То есть, это звонок. Так что, ребята, всё успевайте. Вот. Вот это уже так случилось следующее. Уже когда всё было напасовано, всё, вдруг человек говорит, пишет очередной. А мне сухие. А я сам буду сфиксировать. Ну, тогда задаёмся вопросом. Поздно или не поздно, если он получит, допустим, первого марта. Засофиксирует это минимум полтора месяца. Апрель. Март. В середину апреля. Нет, он молодец. Второй говорит, мне тоже сухие. А я себе этих книг не буду. Я их просто... Вы утверждаете, что они лишний год пролежат? Я утверждаю. То есть, они у меня будут храниться ещё год в сухом виде. Вот. А почему? Я всех держу в напряжении. Вот. Неделю назад три дня я не мог остаться в постели. Три дня у меня сутки душил кашель. День и ночь. Я спал, кашлял непрерывно во сне. Вот. Уже сколько меня уговаривали. Скоро, прочее. Ну, вылежал своё. Вот. Поздно начал таблетки пить. Уже сдался. Вот сейчас... Это... Копится, копится. Дай бог, чтобы вы не слышали, какой у меня будет кашель, когда докопится эта жидкость. Дальше. И так получается, что люди не надеются. И правильно. Вот. Я... А, и вот два человека подряд. Прям как будто... Специально перед вебинаром. Прям специально. Ну, вспоминайте. Я же ещё раз сказал. Давайте на вебинаре встретимся. Хотя не достроены были. Но дело в том, что вот два человека сказала. Мы вот сейчас книги. Спасибо вам книги. Всё. Я сейчас буду изучать. Всё лето изучать. А на следующий год выпишу. И с ума сошла. Ты подумай. Я уже так по-простецки. Какой следующий год-то? Я неделю назад чуть не подох. Какой следующий год? Ведь больше нигде, никогда, ни у кого этих косточек нет и быть не может. Только у моих учеников. А ты их знаешь? Кто тебе продаст их? Так что, ребята, думайте. Надо сейчас брать, запас брать. А это крупный план. Ну, эту девушку вы уже знаете. Знаете, почему я её фотографию здесь лишний раз разместил? А потому что она дневная женщина. Догадуйтесь, нет? Я ничего не путаю. Немали. Праздничные снижки до нашей группы. А вы знаете, как отделить наши, не наши? Вот человек на 8 марта захочет иметь вот эти самые. Вот. Ну, знаете так. У меня было такое, что я уже выписывал, я уже выписывала. И всё выпишу, если скидка будет. Ну, пожалуйста. Вот они скидки. Итак. Сегодня 26-е. Да? До 8-го остаётся. И за день. А ещё 29-е будет. Говорят, высокослый год. Я не проверял. Ладно. Сегодняшнего дня. Но, смотрите как. Что такое для нашей группы? Я же не буду говорить, на первый второй рассчитать. Значит, кто знает про скидки, тот наш. А в каталоге про скидки ни слова. Человек запросит в каталог, получит, заплатит полную стоимость. Наши ребята, девочки, мальчики, получат скидку. Достаточно слова сказать, написать. Правильно, что я скидки. Ради 8-го марта. Кого это касается, мужчин или женщин? Я считаю, что всех мужчина сэкономит 20% и подарит женщине, заядлой дачнице, эти же косточки, которые куда лучше, чем очередной этот самый. Да не знают мужики, что дарить, дарят всякую херню. Но так нет. Вот. Только деньги выбрасывают. А женщины? Они тоже женщинам дарят. Дарят? Дарят. А женщины, допустим, сами себе, сам себе подарок. То есть это тоже касается не только мужчин, которые должны сэкономить. Ну, в общем, всех касается. Итак, для нашей группы праздничная сетька начинается сегодняшнего вечера до, ну, например, до 9-го марта. А там полная стоимость. Так. Вот это вот мне прислали. Друзья, это калаш. Чек взял. Сейчас. Чек взял. И мою посылку распотрошил. И получилось вот такое вот. Кстати, вот то самое ведро. Видите? Теперь это. Правда, что это фотография там моя? На киевском. А? Теперь ты согласна? А я придумал это. Так. Ну, и что касается всего остального. Значит. Кто умеет пустятсировать сам. Кто не умеет, быстренько заказывайте, чтобы они уже были на статификации. Так. Идем дальше. Дарвард говорился. Добрый день. Посылку получили. Все посадили. Песок. На холод. Косточки пришли, не проклюнувшиеся. А, кстати. Сегодня Юлия Сергеева нашла первый проклюнувшийся персик. Вот так вот. Я говорю, а что ты мне не показал? А вот, я его горшок посадил. У меня на княх стоит полтора десятка этих горшков. Это для учебы приготовила. Это горшки, которые завернуты в полиэтилен. А потом еще часть горшков, в догонку, где полиэтилен будет внутри горшка, чтобы потом раз вот так вот за полиэтилен потянул. Ну, короче, учеба продолжается, но не в один же день вас учить. Вот. И она взяла в один, там уже земля, все. Вот. И она взяла, туда уже засудила прокрынувшиеся. Ну, пройдет время, напомните, будем любоваться вместе, когда он вылезет. Вот. Так, теперь. Надеюсь, морозы не породили косточки. Обижайте. Сколько лет этим занимаюсь. Благодарим за подарок. Приятно, будем стараться все вырастить. Хотел сказать, один из наших соседей уже покупал у вас косточки все, у него пришлось два вида. Ну, два вида. Это или красно-желтый, или красно-соседий, или китайский, или это может быть венгерский. Ну, короче, два вида есть. Так. Вот такие письма меня поддерживают. Потому что грязи хватает. Бесконечная любовь к земле этих замечательных людей восхищает. Божьей вам помощи. Великие труженики. Спасибо. Это про нас. Вот. Так. Спасибо за видео. Интересно, уникальные люди жили в то время. За счет них сейчас сидится наша страна, к сожалению. И в советское время давали дальше участка на предприятие бесплатно. Чтобы было, то было. Так вот, я считаю, если вспомнить бывшего президента Ельцина, если вспомнить один его особый указ, рада для всем желающим. Это было. Конечно, извратили. Конечно, не давали. Или как мне давали. Да, вот на острове, никому не нужно. Подхожу я к острову. Ну, да, туда еще попасть надо. Вот так я начинал. Ничего. Все было. Я помню, рассказывал, кажется, ну, как бы анекдотах, чтобы посмеялись надо мной. И так, значит, я снимаю себя все лишнее, так. Вот. Остаюсь в гидрокостюме. Ну, то есть, не гидрокостюме, а вот нижняя часть. Так. И на хребет себе рюкзак с гашенной, не гашенной известью, и пошел, и пошел. И посреди протоки. А водиметр как бахнулся. Вот. Стою я и думаю, все, спасу, нет, этот самый известь. Это там килограмм 15-20. Ну, грохнулся известью. Утонула вместе со мной. И пока я думал, как она начала взрываться. Ой, что было? Я бежать. Вот. Это часть моей жизни. Просто, чтобы посмеялись, сказал. Так вот, дачные участки. Сейчас нужен новый указ, чтобы избавиться от этих вот высотных домов. Это ловушки смертельные. Вы еще не почувствовали, как в них будете жить. А их еще лепят и лепят, потому что есть разные цели. Заработать тех, кто лепит. Деньги из вас изъять. Ну, знаете сколько? Миллионы, миллионы, миллионы. Или будете по ипотеке горбатиться. Или сразу отдадите. Вот. И поселите в смертельную ловушку. Вот. Еще, говорю, начинаются трудные времена. Сейчас должен, чтобы там наверху нашелся человек, который скажет. Вот вам земля. Вот. Выбирайте, где хотите. Вот. Захотели, вот тут вот. Подошли. А с вами пару геодезистов. Сейчас они быстро делают. Видите, сейчас электроника. Это раньше они там с этими бусорьями бегали. Электроника. Только воткнул. Вот его пальцем показали. Вот. Сколько? 20, полгетара. Лучек, гетар. Хочу. Вот так. И не посмеют отказать. И вот оно все. И с этого момента. Потом государственная регистрация. Земельная участка. И вы теперь там. Вот. Три года ничего не сделали. И ничего. Как Рафа этот самый. Ковыль так и растет. Значит, государственная регистрация. Доверяется. Вот. Но быстрее на земле. Чтобы дети жили на земле. А не там. Еще одно-два поколения. Вот. И нас не надо будет убивать. Мы себя сами громим. Александр Каримпадов. Лучше всего на это вопрос ответит сам Валерий Константинович. Ну, мне кажется, чаще бывает в WhatsApp. Насколько я помню, по сообщениям. Валерий Константинович. Самый морозостойкий из Манжурса оказался сын. Так. А где моя физиономия? А, вот теперь я все вижу. Я тут текушку нос вытираю. Так. Самый морозостойкий из Манжурса. Сын Манжурса номер три. Это я набрал. Не удивляйтесь. Сын Манжурса номер пять, чаще бывает вкусным. Тоже набрал. До следующего года он был не вкусный. Почему я так говорю? Все, что вы мне купите, они гибридные. Вот. Я когда-то... И вот здесь такие же шансы. То есть, кто опылил вашего дерева сын Манжурса, а с него взять номер три, а рядом королевский, получим сладкого, вы получите сладкие. А если бы там был другой сын Манжурса, шансы, что вы сладкие уже меньше. Ну, мы сейчас не будем про это, про законы Манжурса. Мы будем всех разогнать вас. Поэтому еще раз говорю. Может оказаться наоборот. Морозостойкий будет номер пять, а наоборот самый вкусный номер три и так далее. Из сорта у них самая надежная дальневосточная сорта серафим, огур, абрикосный католический, сень из диких аборигенов, эндемиков, из одноименных гор Дальнего Востока, добытых броским. Морозостойкость минус пятьдесят. Кстати, вот этот вот, это не я. Это кто-то из вас цитировал. И ниже. Ну, плоды мелкие, лечебные, условно съедобные, с горчинкой. Когда жили у себя в горах, содержали повышенное количество абигдалина В-17. По этой причине кушать их можно по несколько штук в день. Как лекарство абигдалин? Ну, вы поняли, это против опухолесейства. Абигдалин содержится не только в костик, но и в мякоти, поэтому осторожно. Можно и отравиться. Вот. Морозостойкость говорит, что свои качества эти дикие, мякоти сохранил грязь своего изолированного орёла-фрэдациаля. Это факт. Сейчас они растут в саду. Но это УВК. Видите, это не описан. Про меня. Это УВК, Валерий Косинский, первое поколение. Выращенные из диких, тарёжных костик, полученных от Бродского. Ну, то есть, ситуация вышла с под контроля, это уже третий человек пишет. Так. Ну, дальше пошли сливы. Самые морозостойкие китайки, правильно. Жёлтые уссурийские, жёлтые хапты, груши, сварок, да, из полукультурных. Одной из причин гибели таких морозостойких растений может быть избыток воды в почве. Близко-гутовая вода и насыщенность почвы водой и заводов с током. Глинистая мокрая земля, корни вздыхать. Кто из вас такой умница? Признавайтесь, это не я писал. Наблюдение в разных регионах. Много было, значит, цены, если бы мы здесь поделились опытом. Кто с какими сложностями, кроме морозостой, и как спасался в России. А, тогда понятно. Это из канала, с одного, чтобы пожелезал. Всё понятно. Вот. Ну, толковое. Про ещё скажу. Если всё-таки кто-то, ну, как вам это объяснить-то? Вот, прямо сейчас, ну, так получилось, что не больше шести человек заказывали, или я навязывал, большей частью дарил, всего одного-два продавал с большой скидкой. Брали именно для того, чтобы или, ну, как бы поддержать здоровье, уже имея, имея опухоль, или чтобы, ну, и теперь страховщики. Чтобы она никогда не возникала. Вот. На данный момент, значит, никто не разочарался и все шестёрки. Никто. Поэтому я следующее скажу. Я скажу, что пускай будет ещё дешевле. Вот. 10 рублей. Косточка. Пробуйте. Я имею в виду, не для посадки, а для... не для посадки, а для профилактики, скажем так. Так, сидят на лавочке соседи. Амиба, мама моя с ведром. Яблоки, с сада едет. Сима, угости яблочко. Угостила, принесла домой, посипу, свое ведро. Ехала в саду наобратно, оплачивала за груз и себя. Оплатила за воду. Колодец высох. Далог на засад. Они сидят с сутками у дворей, кости боят. Сидит на рынке, а машины нету. А, видимо, это дама, рыночная торговка. Садоводы, трудоголики и селекционеры рады своим достижениям. Торгуют не все, не всегда. Заплатить за воду материалы для сада, саженцы, много чего надо. много. Сад содержать дорого, зато сад цветет и радуется. Вот жалко, я вот эти, так не помню. И вот эти вот уральские пельмени, два из них, две, это самое симпатичное, изображали мужа и жены, которые решили вырастить в теплице кальций-комидоры. И вот один был за, другой против, и дело пошло. Купили, там приводятся дикие цифры, сколько стоит сама эта степлица. так. Вот. Дальше купили это, это, и цифра растет, 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 растет. И ведь это, что интересно, народ смеется, это, это же шоу, эволюционистическое шоу. Ну, насколько оно было правдивое, если бы вы знали, я сижу только, пальцы загибаю и киваю. Я же, это самое, не чужой в этом, в этом празднике жизни, на дачном, вы понимаете, я не чужой. Я киваю, да, да, когда счет пошел на сотни тысяч, ради нескольких десятков килограммов помидоров, это надо было видеть. Ну, народ посмеялся, я понимаю, вот как здесь написано, садоводы, трудогорники, да, нас, это, да, все равно Горбатов могилу не справят и нас не справят. Ну, хотя бы, надо где-то уже иметь свои эти, не достижения, как сказать, свои особые, свои особые, так сделать, чтобы максимально утешеветь, чтобы действительно еще и плюсе быть. Вы же смотрите, Люди не верят мне. Я говорю, вот ты чукосочек купил, 900 вырастил, 800 продал, и ты вернул все деньги, да еще и заработал. Сейчас таких людей очень мало, буквально единицы. Понимаете? Вот что обидно. Вот даже с этого начать. Не повезло, свой-то будет садисад, садища. Что такое не повезло? 100, 200, 300 абрикосов из 1000 чукосочек. Это-то уж реально. И вот они выросли. Куда девать? Какое горе, какое горе, если бы знали. Вот. Я это проходил, знаю. Как-то это, сидеть на рыбке с утра до вечера. Наш друг Чернобаев, Леонид Дмитриевич, рассказывает про него. Почти как они говорят. Значит, у него, ну что делать? Человек-то талант. У него прекрасный вырожай. Он берет это ведро этих же, прекрасных, сладчайших груш. Ведро. Два ведра. А рыбок-то там рядом. Я не знаю, ездит он или пешком относит. Отдается, ему сразу деньги, тут же перепродавают. Продавают. И он доволен, и продавщица довольна. И люди получают сладчайшие груши. Без ядных химикатов, а? Представляете? Вот. А тут, когда действительно это, если вот так подойти к этому, если нашу технологию освоить, всегда будете в плюсе. Вот. Так что, не так уж плохо мы выглядим, но только чтобы они думали. Если я продаю, если Сергей продает за 1000 рублей саженое, то что, ты 1000 рублей в карман положил? 800 из них, а 6 и 200. И я так же. Я деревья калечу, чередки отрезаю. Они потом, знаете, как болеют? Долго терпят, но потом начинают болеть. Вот так вот. А потом берешь это, а, все, проехали. Поэтому не завидуйте нам, но если мы не... Вы заметили, в какой любовью даже, в какой... Я всегда принимаю, рассказываю, по часу телефонный разговор, кто-то скажет, я хочу завести питомник. А у меня то, то, то. И сомневаются, и боятся. И тут я рассказываю, как это самое, чтобы, ну хоть деньги ты точно вернешься, а тут у тебя точно будет. Что такое массовая посадка? Это селекция. Ты обречен на удачу. Это ты три с дерева посадил, с саренком, и три мертвых. Некоторые посадили уже несколько сотен, несколько сотен мертвых. А здесь-то? Ну все, проехали. Сергей Сашкин сын. Это так он пишет про себя. Я считаю, что Олег Христиан замечательный человек. А еще, почему он замечательный? Просто он все замечает. Вы запомните. Он применил слово «замечательный» не по хвалу. Замечательный. Он замечает. Представляете? Вот действительно, он все замечает. Вот о чем речь идет. Смотрит, как в природе все процессы происходят. И делает выводы. Соответственно, я тоже на это обращать не ваше не стал. Груша у соседа растет и плодоносит. А он ты ни разу не подходил. Мы еще увидим эти мученики груши. Дерево обычно тот же тополь. Так, мне нужно частью. И мне надо еще одну минутку из-за этого. Продолжение следует. Вот так, идем дальше. Во второй час говорим практически без перелива. Ну да ладно. Дерево обычное, тот же тополь. У дороги, если к нему никто руку не приложил. Растет прекрасно себя, как бы у него туго не было. Крона красивая, ствол дворовый. Но почему человек выдумал, что он умнее природы? Резать, перегибать, опрыскивать. И думать, я все правильно делаю. Оглянитесь вокруг. Будьте замечательными людьми. Вы поняли, да? Слово «замечать». Замечайте людьми. Позамечайте, что происходит вокруг, делайте выводы. Спасибо за такое письмо, Сергей. Так, Вишня Сибирская. 15 февраля 20-го года она была статичирована. Вот. Так. Обратите внимание, когда сделана фотография. Это особый случай. Я такие случаи тоже коллекционирую. Фотографию я сделал в следующем году. Так. Через год и... 15-15. Через год и по 7 месяцев. Вылезла. Здорово, да? Не представляете, какие страсти кипят? Внимание! При общении наших односельчан, когда начинаешь переводить доводы железа по проблемам сада. пыль до потолка, чуть не в драку, лишить человека секатора и беспорезного садового труда подряд в Иссерику. Да, болезу, что сели глубоко. Поверили бы кому. Может быть, бизнесу сельского хозяйства, но они не далеки от этого. Вот я уверен, что для них такой проблемы нет. Когда-то я сельскохозяйственное решило. Будем развивать клоновое подвое и выращивать маленькие, карлики, ну и вырастили. Ага, сейчас. Где они? Ну вот так снег обломал. Липу, растущую северную сторону забора. Это следующее письмо. Забор высокий. Два метра. Все два метра забиты снегом. Давайте наберемся вот эту фотографию. Вы видите дальний план, цепёк и зеленеет трава. Ближний план до сих пор ещё не это. Без снега не сошёл. Вот здесь-то было два метра. Когда снег. Ну, это дерево, наверное, было где-то метра три. Большая часть дерева была закрыта. Здесь была какая-то надула. Надула, надула снегу. Есть такое слово, надула. Потом он начал таять. И вот эта огромная масса снежная, прилипнув, примерзнув к веткам, потащила их вниз. Вот. И, ну, дерево ещё не уничтожено. Ну, в следующем году опять будет то же самое. Вот сейчас вот тут, наверное, хозяин отрежет. Разговора такого не было. Ну, иногда нетрудно, чтобы здесь отрежет. Вот. Нижняя часть целая, восстановится. А на следующем году опять будет то же самое. Итак, деревья закопаны целиком. Или, допустим, метровый снег. Полутора, не дай бог, двухметровый. Целиком закопаны. Вот. И чем глубже снег, тем он опаснее. Вот. С другой стороны, хорошо. Вот так посадил. Красота. Снег, защитник. Вот этот защитник может вот такого натворить. Спасибо за этот снимок. Он-то пригодился. Это фотография недоразумения. Я не знаю, кто из вас прислал. Вот. Что он, например, сказал? Одобрение. Я не шуму. Удобно, видите, поливать будет. Может, он потом уберет этот бордючек, когда корни вылезут. Но хорошо, если за это время не сопляет все это. Вот. Сейчас, допустим, сухо. Бордючек существует. А снега было бы... Ну, вот, чем взял, есть польза от того, что он лопатой поработал? Конечно, есть. Шансы, если сожрут мыши, уже меньше. Мыши летают под снегом. Вот. Ну, не каждый отгребет. Вот и стал отгребать. Или решил отгребать через две недели. За это время начнет таять снег. Вот днем... Вот здесь будет лужа. Почему? Потому что почва промерзается, не пропускает влагу. Образуется лужа. Ночью замерзает. А днем оттаивает. Вот так вот. Теперь еще раз про... Ну, в принципе, я, опережая события, про Александр Николаевич Песуцкого сказал. Что бы он сделал бы, да, на месте вот это. И он бы сделал. Ну, конечно, убрал бы этот бордюр. Прокопал канаву сверху вниз. Наверное, как же какой-то склон есть. Ну, не повезло, нет склона. Я бы выкопать рядом. И туда направить воду лишнюю. И спасет дерево. Так. Трудный вопрос. Здравствуйте, Валерий Кусыдович. Один вопрос. Как спасать деревья от возвратных заборозков во время цветения? Так. Вот проблемы у меня. Как спасать? Значит... В советское время. Я еще школьник. Вот. Показывает фильм. В моей деревне. Фильм про любовь, понятно. План выпал. Это, значит, поцелую. Но там был один эпизод, который врезался мне на всю жизнь. Ночь. Вот. Кто-то подбегает к стеклу, бьет, чуть ли не разбивает стекло. Бам-бам-бам-бам. Вот. Кто-то полуголым выглядывает. Вот. Открывает окно. И тут крик. Заморозки. Оказывается, это садовоческий колхоз. И огромный явно-невый сад. И вот уже улицы заполняются людьми. И все бегут. И идут. Бегут. 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 Вся толпа устремляется в этот сад. Тут же... А там уже заготовлены. А еще, видимо, не все заготовлены. Потому что тут же тащат эти самые... Кучи веток складывает их. И поджигает их. Складывает их. И вот уже... Загорелись сотни-сотни-сотни... Этих самых... Копен с этим... С ветками. Короткие дымы, короче, с ветками. Вот. И дым полностью окутал весь сад. Это все снималось, здорово отнималось. А дым, он теплый. И уже... Дым стал на плюс. То есть в саду уже плюсовая температура. Приходит утро. Фильм заканчивается. Усталые люди. Ночи целые. Расходятся по домам. Сад спасет. Вот это с тех пор и до сих пор считается главным защитой. Заготавливаете... Ветки, ну, ветки должны быть слегка сырые. Как вы обеспечите, не знаю. Но надо, чтобы они не просто горели, а дымили. Дым, он хорошо... Что такое заморозки? Как правило, это полный ноль. То есть не ветерка. Поэтому дым никуда не уходит. Остается в саду. И постепенно поднимает температуру. Вот это и есть то самое. Потому что именно во время заморозков, как правило, полностью все замирает. И ветра нет. А мороз скрепчает. Это и есть. То есть это остальные вопросы. Не знаю. Вот. Дочитан я однозначно. Это полный совет. Это тазиков с водой подоставки. На ночь глядя. Вот. Они поднимутся, типа, это... Влажность воздуха. И шансы сохранятся цветы, будет больше. Вот. Были учителя, которые учили, просто обрызгать деревья. Прямо цветущие деревья обрызгать во время заморозков. Не знаю. Вот. Я никогда не учу, чего сам не знаю. Вот. Были люди, которые говорили. Тот же самый перешланг. И просто почву смачиваешь. Все подаем. Вот так вот. Раз, 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 раз. Почву смачиваешь. Ну, из-за людей, у которых есть эти самые гортушки или эти улитки. И имея десяток улиток в саду, мощный насос можно поливать. Целиком весь сад. Вот. Поможет нет? Не знаю. Вот. Сейчас вспомню. Так, сейчас кто-то, кто-то купил, кто-то купил сто или двести до храма с садуцев. У кого-то. Кто-то у кого-то купил. Кто-то у кого-то купил. И от меня нужно было комментарий. Память подвела. Жалко. Может быть, найдется тот, кто мне письмо прислал, или звуковое письмо. Как она, до храма купили сто или двести саженцев. Там была какая-то, какая-то хитрость. Вот. И я еще пожалел, думаю, ну, все. Считает, это хороший был сад. Но я не помню, в чем эта хитрость. Мне подвела память. Впервые. Так. Итак, теперь. Значит, есть такая дьяволка. Вы ее не увидите. Знаете почему? Потому что вы уже ее видели, да? Вот. Ей жалко. Она, кандидат наук. Она симпатичная девушка. Она начитана. Она искренне считает, что она не губит дерево, а спасает. Дерево, которое не трудно, это плохо. А которое искоречит, это значит спасти. Вот так это. И единственное, что я пришел в ужас, когда увидел, сколько от нее вреда. Вначале она расправилась с яблони. Мы проходили это. Вот. Я показывал речка. Там еще было так. Миллиметр. А когда пилишь, миллиметр, если сюда, значит, зарастет. Так и говорит. Все зарастет, да быстро зарастет. Она не знает, что то, что она нарисовала, не зарастет никогда. Вообще. Вот моли Бога, ходи с бубном вокруг. Зарасти, зарасти, иначе меня расстреляют. Никогда. Ни одно из миллионов таких. Никогда. А она искренне считает. А потом тут заберет секретарь такой. И какой-то миллиметр. Вот так вот и пошла-пошла калече дерево. Ладно. Мы это проходили. Потом еще раз она попалась. Черешню изумечила. Ее послужил спецокрасцер. Вот. А меня еще критиковали. Разве можно такую симпатичную девушку называть там невежей? Вот. А я хотел привлечь внимание. Я могу потом извини сказать. Ну, переборщил я. Ну, пожалуйста, прекратите деревья калечить. Учить, учить прекратить. Вот. Наконец, третий случай. Вот он свежий. Виноват брат. Зачем было присылать мне ее ролик? Я когда посмотрел 386 тысяч просмотров, треть миллиона, вот. А дальше 262 благодарности. Понимаете, что случилось? Я думал, как, если посмотреть на 286 благодарностей, это я сказал благодарности. А просто это были, ну, как их назвать? Это комментарии. Хоть бы один заступился за грушу. Хоть бы один. Юля, я в восторге. Доглядно, доходчиво. Убивать можно доходчиво. А вы представляете, а я люблю поговорить. Вы знаете, что такое быть палачом? Палач палачу рознь. Дюма читали? Нет? Вот их двоих козлят. Вот. Один когда-то встретили этого палача на улице, и один протянул ему руку. А палач это презрительное существо, презираемое. И он это запомнил, что один из дворянин пожал ему руку, а второй безгрево руку убрал. Пришла пора козить. Ну, попались ребята. Полицейские любовники. Вот. Пришла пора. Значит, один быстро-быстро-быстро-быстро. Умер быстро смертью. Это искусство палача, да? И этот поджег дрова, и там поджег дрова. А этот умер сразу. А то долго горел. Прямо. И не мог умереть. Мучился страшно. Так вот, я иногда вот эту вот технологию сравниваю с палаческой этой технологией. Палаческой. И вот сделала садовую жизнь осмысленной. Сколько этот человек уничтожит деревья. Стал видеть проблему. А как он видит? Как ему объяснили, что это дерево лишней ветки? Спасибо, Юлия. Доходчиво. Приятно. Грамотный деликбет. Это ужас. И ни один заступился за дерево. Я не стал на это. Вот она красавица. Да, красавица. Вот. И тогда, получается, я слушал, а не дышал. Понятно всё. А что ж там не понять-то? Ветка растёт внутрь, отрежем. Вот. И вот смотрите дальше. Вот этот ужас. Я даже смотреть не мог. Спасибо. Грамотный. Теперь смотрим. Из-за чего сыр бор. Я сделал так, чтобы... Я фотографию делал прямо с экрана. Чтобы вы не видели туда. Вот её плечо. Так. Вот. Вот она, вся груша. Вся. Здесь... Я смотрю на неё. Здесь нет ни одной лишней ветки. Ни одной. Вообще. Вот. И ветки устремлены вверх. Ещё раз. Это ликбет. Это одна из важнейших тем. Я хочу, чтобы она стала больше. Ну, неужели мы по пять человек будем собирать свою команду? Нам туда не хватит 500 лет. 5000 лет не хватит. Вот что обидно. Груши. Изначально было... Груши... Это... Я сам придумал. Хотите верить, хотите нет. Изначально было груши-яблони. Просто было нечто среднее. Не зря они рост у них. Вот. Но, когда они давали эти самые семена, семена расползались на север, на юг, на запад, на восток. Прижились. А там место повыше. А там воды эти грунтовые пониже, пониже. И тогда массовая гибель. Ну, нет влаги, нету. А яблони шли в другую сторону. Это было миллионы лет. Это не так быстро. Это, чтобы отправить геномию, это надо миллионы попыток. А вот какое-то зацепилось. У него корень вот настолько глубже оказался. И вот он водоносный слой. Понимаете? И так получилось, что потом смотришь, через миллионы лет, как-то вот эти как-то яблони, эти как будто груши. И наоборот. Груши приспособились. Те, которые приспособились. Не так, не груши приспособились. А те, которые приспособились к климату сухому, жаркому. Мало дождей. Они отрастили миллионы лет. Это стержевая длинная корня. Крону вот такую. Сколько раз уже повторяем. Но они же не слышат. Это кандидатка наук. Вот. Крону вот такую. По этой кроне стекает вода. Таким образом, чтобы не дай бог не попасть на штаб. Подобрать вам, если кто-то... У меня сейчас ни времени, ни сил нет. Как она портится, эти штаммы у груши. Ужас. А ей-то это неведомо. А и тогда она стала грушей. Вот то, что пошло в ту сторону, где больше засух, где меньше влаги. А делилась уже не на километр, на пять, на двадцать километров, на сто, на пятьсот километров. И вот там другой регион. А яблони туда, где ей пофигу. Она достала до воды, потому что там вода ближе. И никаких забот нет. И крона у неё вот такая. И вот такая, как у груши. Это-то надо знать. И тогда не сметь подходить к этому штабу. Не сметь. Посмотрите сюда. Вы теперь поняли? Она стала грушей. Вот эта вот форма стала грушевой. Вот на хрена ты вот это отрезала? Ну чем тебе вот это мешало-то? Она же не сухая была. Я же так показываю, чтобы тебя не видно было. Ну что тебе надо было от этого? Зачем ты все обкорнала, все-все-все-все-все-все-все? Ведь только сейчас ты боролась с заглушением, а когда ты все-все длинные ростовые ветки укоротила, теперь тебе такой лес полезет этих самых. Ты знаешь об этом? Или тебе только... А, ещё не всё. Вот это тоже величайшая глупость. Вот, пожалуйста. Вы представляете, какой лес сейчас полезет? еще не все вот смотрите еще вот если приглядеть сюда она делала так чтобы груша как яблони то есть не имея понятия что свойство груши для генома расти вот так она взяла вот беленькая вот и вот и вот она на наших глазах отрезала и много таких отрезать уже венток-то почти нет надо шла отрезала чтобы она пошла вширь что просипели вот так вот согласны для чего теперь получается что по штабу будет течь вода и она быстро сгниет а это ей не в доме ну наконец-то 300 больше 3 миллионов для чего ну ран нет было себе дерево никому не мешало вот росло себе жиденькая довольно ни одна ветка нет ни одна не загущала ничего вот мне нравилось что ветки почти тоже вертикально ну вот этот угол не нравился давай вот так вот смотрите и вот теперь самое интересное вот для чего на это дело и надо было заработать серебряники даже не деньги серебряники потому что это предательство милая даже имя говорить то я не буду а вот это вот так и учат но самое интересное смотрите укорачиваю среди он правильно среди он неправильно отличить разницу для меня все четыре среза вот эти все четыре они все смертельные года видите вот то что она делает сейчас сюда пойдет мороз и вот эта ветка нихрена толком долго не продержится она просто замерзнет ведь она же не знаю где она плата тот персик помните вы поклядали вот видимо с украины а это наша родная зачем ты рада это сделал это вот это вот она делает а они считаются эти правильные эти неправильные все четыре неправильные все четыре смертельные понимаете о чем дело вот вот это неправильно такой черт я расшипелить если это груша это ее природная она так устроена это еще не все убедил вас и убедил что груша до из сухих мест что у нее особенности что нельзя к ним сектора подходить не знаю и только ради того чтобы она вам же навязал что искалечьте а потом купите искалечьте купите вот эта дама она для меня и это даже не предатель где-то она просто неверно что она искренне думает что нет вообще-то нет я даже сомневаюсь она настолько невежественно что подойти и конечно деревья скорее всего это просто заработок но посмотрим треть миллиона ну тысячи или две купят эти самые мать вот так все 35 миллионов не будут груши калечить как она не доказывал что ужасно вот и делали теле лишние ветки видеть так ладно хорошего-то мало извиняйте меня ребята что делать такая жизнь теперь смотрите как это не обрезать деревья один из оппонентов как не обрезать какую ерунду вы пишете у дерева нет цели давать плоды главная задача любого дерева дать потомство это должно быть скрижалих если садоводческие скрижали существует это нарубить номер один задача дерева в его геноме его программе миллиард миллиардолетие это давать плоды вот а вот это уже херня у дерева цели вырасти пышным кустым красивым поэтому выбирайте красивые пышные деревья это это теперь типа как бы сказать-то издеваться надо мной выбирайте красивые пышные деревья с плодами мелочью или дерево с обрезкой крупными плодами кстати вы показали только картинки а где к примеру вашего сада в реальности например если не делать обрезку персиков вообще то года через четыре дерево погибнет я думаю господи или я сошел с ума или оппонент сошел с ума понимаете если не делать обрезку персиков четыре года через три дерево горится и погибнет если ты живешь на украине ребята ручка дмитрий дорогой соли дружище вы представляете чем пишет у вас эти персиков как собак не это что он правда написал что ли а я еще вспоминаю эту тамую даму и так старая старая история но она мне пригодилась не раз еще пригодится и так письмо пани валерий пропасться тут такая проблема моя мой персик дал мне я запомнил это вот такие письма редкость сто семьдесят шесть килограмм да я за всю жизнь только не выросла сколько она с одного дерева а у меня за всех деревьев за всю жизнь такого не было сто семьдесят шесть килограмм и мне дальше она пишет мне все долбят и долбят что мне делать отрежьте невзвестные ветки иначе персик погибнет вот тогда я себе начал сходить медленно с ума ладно сказал не трожьте конце концов долго думал может быть там она львовская область землячка моя у меня паспорт и львовская область что делать я с ума сходил как я написать даже пишет себе надежда что она не хочет резать и и у них а не поднимается а я долбят решу решили иначе погибнет ну написал не трожься больше переписка на этом закончилась так вот дальше запомнил сейчас может быть а знаете что у них не совсем такая уже фамилия обычная фамилии ни разу не называл а запомнил ее зовут дада а фамилия чертополох вот 20 лет молчал про фамилию а вдруг отсюда идем а вдруг дада жива-здорова а вдруг она напишет что спасибо за совет или я вас зря послушалась отрезать не стала персик тот погиб не знаю я сказал даду чертополох львовская область видите четыре года персика нет если если это его не резать ну чё кто из нас сошел с ума но это кстати неправда про четыре года что вы говорите как бы у нас не было трудно им жить в сибири я вам показывал взрослые персики так ученая спешила которые кстати я не резал ученые спешила и уже на ходу мне все же удалось спросить это следующее письмо ученая по мере не называем уже на ходу мне все равно спросить что вы знаете как оценивает ваш опыт ответ прям как дышло там хакаси такой климат у кого у кого угодно все растет но это фотографии эти к теме кстати все растет прошло так вот значит александр и серебрик самый как хотят авторитетные знаем нашей команде в нашей группе шутка ли сколько мы знакомы лет 15 10 12 вот и недавно он подошел к человеку который всю жизнь занимался абрикосами так опыт у нее неоднозначный на мой взгляд 90 процентов труда это называется деньги на ветер силу для ветер и годы до ветер это я так считаю почему я следил за день она следила за мной вот пересекались ну пересекались так даже сейчас не хотелось бы вспоминать лишний раз вы это все проходили и без известных садовод и сибири и ля 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 давать про меня но я своего добился а вот это даже не представляете насколько она его это за мной следила это вырвалось когда на преследовое хозяйство печатала вот называя меня небезызвестным садоводом вот она до сих пор ошибки делать страшно ну представьте себя у нас растет эти же абрикосы вот он уже растет вот и начинает плодоносить и вот на нем появляется комедия дерево спасено нет надо вырезать это все вот так вот вырезать а потом коровым дерьмом замазать уже спасенное дерево как комедии лиза тур она даже не знает смысл комедии скобках живица живица слова жизнь она этого не знает вот понимаете вот так она вечера вы думали что она действительно это нет последние ее работе было написано перехожу на манджурские на подвой манджурские абрикосы принято решение я когда пришел все моя жизнь зря не прошла пусть с опозданием на 30 40 лет ну она же к этому пришла вот ну я думал еще так ну хорошо ты терпеть не может человека у которого процветающий абрикосовый сад у которого под 40 ветер дают отдельные года отдельно дерево до 40 метров 40 метров поставьте рядышком 10 метров вот поставьте рядышком и это всего сад крона одного дерева ну понятно отношение такое ну тогда скажите а при чем тут железо в тебе трудно было до дальний восток съездить дальний восток все готово пользуйся манджурский абрикос 50 минус 50 по двое готовы приучить надо это из поколений тут уж извините и конечно это удалось опередить науку но я не знал ну я не мог иначе то вот те 10 пример взял для пошло откуда я возьму прямой именно здесь мертвых же 8 а с двух живых взял привел следующий десяток пять пошло откуда я взял эти самые ветчики ну правда уже речь идет и 10 от хороста и стал уже получается я же взял живых два поколения привыкся на третье поколение по двое одни и те же на протяжении 30 лет это особое достижение это чудо сказка что у меня тут самый банджурский абрикос ветеран патриарх вот он дал позапрошлом году то но фактически просто до 40 в году 40 лет до больше дала где-то сейчас то есть паркосик там валяется вот ну это все с дальнего востока амур серафим академ это все дальний восток ну что неужели нельзя вот столько лет это зачем было ездить по этим теншаням или куда-то чем занес уже было уже как козьмин уже дошел за такую ну поддержать эту стопену можно было а поддержали бы вы не знали что мы лезем не в свои эти и в свои сани сели со свиным рылом мне вот это обидно что она а почему почему я завелся ответ ее она считается крупнейшим стране ученый ответ там хакасии у кого угодно все растет я сколько раз рассказывал если все растет то почему вы не продаем персик эти абрикосовые плоды по всей россии если все растет для этого надо было чего чтобы она все росло энтузиазм был момент тысячи десятки тысяч персиковых деревьев все оранжевое все было научились и 3 как выучили вырезай кабель это сколько дерево погубили а тот кто вот это вот самое вот это вот вот это вот вот это вот праздник дерево такой перевод на боковую ветку разве можно выдержать вот это ради вот этого самую сребряников и это мы учили и всему учили 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 и началась массовая гибель абрикосов и вот когда эта массовая гибель заканчивалась оказалось что по выбирали самые ценные кадры наши любительские кто поддержал я как любитель я не могу остановиться а да слушайте скоро конец истории человек николай иванович один из лучших садов вот я показывал фотографии восхищался и все я его поддерживал до последних дней вот еле ходил его бы красную книгу его бы особые условия за за то что он такой это сувенир восток который я распространил по всей россии это же от меня пошло я живу его взял чернослив чужих опять у него яблоня богатырская опять от него груша это когда доска я сладчайшая опять от него упал разбил голову и так или ходил с палочкой разбил голову умер вот владимир степанович бородич фотографии показывал весь в абрикосах приезжает эти вот надо было фотографию сейчас не найду долго искать приезжают скупщики я приезжаю говорю мне нужно фотографии даже до газеты до журнала меня туда печатали на расхват константин здесь я возьму то вот сейчас 60 ведер абрикоса увезли 60 ведер вот таких вот вот пойдем искать нашли сфотографировал последние там сторонке было не заметили эти скупщики вот человек без рук с этими самыми ходил ходила так же упал разбил голову реанимации тоже умер вот таких людей теряли и не только их также под нарушал латинком ушел и вот что получается давайте вот сюда вернемся ли вы были вот этот ужас вот этот водка книги теперь мы вся вся страна знает что надо вот так вот а просто не трогать дерево это что тогда эти страницы не будет когда будет меньше вот четыре года дерево горится и погибнет а сейчас вот вот это вот еще абрикоса водки там хакасе такой климат у кого угодно все растет и хрена уже не растет благодаря таким ученым которые косточку садили а почему вы до сих пор уперлись на 5-6 сантиметров где-то же смерть будущего дерева до третий год на 5 у кого-то на 10 допустим сухой климат склон смотрит заглублено душа правда сколько-то до 40 лет так как у меня не продержится у меня же патриарх он же не привиты вот и вот идут воды и когда надо было а это сам помню ботар бил тревогу надо сады стареются да да это кто во времени осталось полтора человека на рынке из наших тут же рядом тысячи этих мертворожденных тысячи этих бусора со всего мира вот никто их не остановил никто не поддержал тех кто делал эти самые делал настоящие садыцы и чем дело кончилось все растет абрикосов нет все растет яблони груш нет ни хрена нет а персиков чересневых я молчу как было полтора сада чересневых на всю сибирь так так и осталось ох я выговорился ну так так по-хамски так все да ты приедете я объясню почему растет и почему не стала расти ведь уже научили миллиона людей гробить живицу назвать этим самым болезнью косточки закапывать и уже знала что это не так а суры отказаться записи